Спасибо. Ссылочка начинать. Запись я включил, так что в конце вебинара все будет, я надеюсь, что хорошо. И всем отправлю ссылочку на запись, так что сможете все это еще раз посмотреть или послужить. Давайте начинать, давайте знакомиться. Меня зовут Никита, я работаю в компании ZWave.me и мы занимаемся дистрибьюцией ZWave оборудования. Я группа-рельцо компании ZWave.me и очень часто участвую в разных выступлениях, вебинарах, семинарах, где продвигаю ZWave и рассказываю людям о том, что такое умный дом, о том, что такое беспроводной умный дом, что такое вообще домашняя автоматизация. Давайте сейчас поставим плюс в чат, тот, кто у нас первый раз, кто еще, в принципе, ничего не знает и пришел просто понять, что же такое умный дом. Ну, люди есть, да, хорошо. Конечно, не все отписались. Вот, соответственно, давайте еще расскажу про формат. Формат будет следующий, то что у нас сегодня будет, на самом деле, покороче, чем предыдущие вебинары, потому что не будет включенного описания устройств довольно-таки долго. И вообще, в принципе, я решил под это выделить отдельный вебинар, на котором конкретно можно будет пройтись по всей линейке. Ну, а если будут какие-то вопросы возникать по оборудованию, с удовольствием отвечу в конце сессии. Также будем рассказывать, в принципе, про концепцию умных домов, что это такое, из чего состоит, про тип умных домов, про, ну, соответственно, про беспроводные системы типа ZWave и других систем. И буду показывать примерную работу того, как все, в принципе, это работает уже в готовом решении у человека дома. Соответственно, этот семинар, по большей части, для инсталляторов, но также подходит для участников, для обычных людей, которые, в принципе, хотят тоже понять, что это такое. Давайте начинать. Так, у нас еще 20 человек. Вот, соответственно, тоже немножечко о компании расскажу. Мы основались в 2009 году уже, то есть, прям, было выделено под нас юридическое лицо. Начали заниматься разработкой и поставкой оборудования. После этого, через три года, мы, соответственно, выбили российскую частоту ZWave и уже начали легально импортировать, то есть, разрешенное полностью оборудование в Россию. Через буквально, там, пару месяцев мы начали уже проводить семинары, вебинары различные, партнерские, не партнерские, а просто просветительные. В 2013 году мы начали это делать. Штат у нас небольшой, то есть, но мы работаем и в России, и в Германии. В России у нас производство и продажа, в Германии тоже производство и продажа, но немножечко отличается наша деятельность тем, что мы разрабатываем backend, там разрабатывают frontend для оборудования ZWave. Также у нас есть офис в Сколково, соответственно, там происходит разработка, и офис есть на Долгоруковской в Москве, тоже, где можно просто приехать, посмотреть, как все выглядит. Соответственно, стенд у нас вот такой вот стоит, можно прийти его, пощелкать, с ним поработать и с нами тоже лично поговорить, если какие-то вопросы есть. То есть, это не возбраняется, наоборот, поощряется, всегда очень рады каждого из вас видеть, и надеюсь, что кто-то там все-таки придет после этого вебинара. Давайте начинать, и давайте поговорим о том, что же такое умный дом. Мы не будем вдаваться... Ну, на самом деле, есть четыре уровня автоматизации, грубо говоря, это все совсем банально, то есть, это ручное управление, потом чуть-чуть менее банально, это там, допустим, какие-то самые простые-простые датчики движения, которые включают подстыкку, и все, на этом все завязано. Плюс есть еще шинные разные протоколы, есть уже какая-то логика тоже есть, есть еще концепт вакуумный, который, ну, то есть, ну, такой концепт будущего, когда, в принципе, все работает там с помощью жестов, допустим, да, или с помощью, ну, какого-то супермен голосового управления, и все, в принципе, дом без нас, и все сам поддерживает. С нами еще разговаривают, да, фидбэк, и, соответственно, все работает и без нас. Пока это довольно-таки футуристично, мы на это внимание обращать пока не будем, но вполне себе через несколько лет об этом тоже я буду рассказывать на семинарах. Мы будем конкретно останавливаться на той части, где у нас умный дом подразумевается как управление чем-то, повышение уровня комфорта, соответственно, повышение уровня безопасности в доме, ну, и плюс небольшая часть затрагивающей энергосбережения. Четыре основных таких столпа вот этой автоматизации, это надежная охрана, это автоматическое освещение, это климат в доме комфортный, то есть с влажностью, с температурой, с нормально поддерживаемой, и удобная мультимедийная система, это уже, на самом деле, по вкусу совсем, то есть это такое очень приятное дополнение к всему этому умному дому. Теперь про каждый блок в отдельности поговорим. Сначала про освещение. Освещение это чаще всего, что до сих пор подназумевают под умным домом, то есть два раза хлопнул в ладоши, включился свет. В принципе, концепт этот немножко неправильный, потому что вот эти хлопнули два раза в ладоши можно интерпретировать как управление с телефона, то есть мы там зашли в комнату, открыли свой смартфон, начали нам щелкать, у нас везде включился свет, что-то там отработало, щелкнуло, включилось, там чуть-чуть поднимировали. Это все удобно и приятно, но это никак не заменяет тех же самых выключателей. И если, ну, на самом деле, реально бывает намного удобнее просто нажать на выключатель, включить где-то свет, если чем заходить в приложение и всем этим управлять. Поэтому действительно в умном доме, или как, ну, вот еще можно сказать, что умный дом это а-ля домашняя автоматизация, но для упрощения давайте, чтобы было немножко покороче, буду говорить умный дом, хотя это такое тоже маркетинговое название, но вот, соответственно, так сложилось, поэтому все равно буду говорить умный дом. В умном доме освещение автоматизировано должно быть не только на смартфоне, но и, в принципе, с помощью расписания, с помощью каких-то датчиков, с помощью привязки в метеостанции. Сюда входит не только там включение-включение света, но и диммирование, изменение света, то есть от 0 до 100%, автоматическое включение-включение в нужных местах, где не нужно постоянно щелкать выключатель, допустим, в проходных зонах, то есть у нас есть проходные выключатели, в принципе, вообще можно даже без них полностью обходиться, если туда поставить, допустим, датчик движения. Или же RGB-вая подсветка, да, то есть у нас след подсветки, в зависимости от, допустим, от нашего настроения или от температуры на улице, будут включать определенные типы режимов, сохранять наши любимые режимы, включать их, когда нам, в принципе, это нужно. Участие всего этого освещения в различных сценах, типа, там, просмотр кинотеатра или, там, допустим, утро, там, допустим, я просыпаюсь, там у нас потихоньку плавно включается свет, открываются шторы. Шторы тоже, кстати, относятся к автоматизации освещения, потому что они тоже дают определенный поток солнышка нам в окошко, да, и, соответственно, мы себя чувствуем лучше, если у нас по утрам, допустим, открыты шторы, хотя они у нас были закрыты, и мы просыпаемся уже под лучи солнца. Вот, соответственно, в этом и есть концепция автоматизации освещения. Ну, это довольно базовая вещь, но, в принципе, она чаще всего требуется при планировании умного дома, то есть не очень много каких-то объектов или же решений, когда у нас нет автоматизации освещения, но есть какие-то другие решения, это чаще всего, конечно, можно. Давайте сейчас я приглашу участников, секундочку, сейчас расскажу. Ну, соответственно, вот в этом и есть концепция автоматизации освещения. Так, давайте почту, пишите, сейчас я приглашу на почту это предложение. Пока идем дальше. Надежная охрана, что есть подназывая? Здесь, в принципе, это тоже целая система, то есть это не просто защита от вторжения с помощью датчиков открытия, датчиков движения. Сейчас, одну секунду, прошу. Ссылочку на почту отправил, пусть туда посмотрит. Надежная охрана, повторюсь, что это комплексная система, это не просто защита от вторжения, допустим, датчики открытия двери, датчики движения, датчики разбития, но и также это пассивная безопасность в роли датчиков протечки, датчиков дыма, датчиков угарного газа, то есть, в принципе, вот эта система нам позволяет, в принципе, находиться до дома в большей безопасности. Почему? Потому что возгорание можно предотвратить с помощью спринкеров, да, и вот эту систему точно так же можно организовать в умном доме, потому что это, в принципе, базовое решение, когда у нас срабатывает датчик дыма, допустим, в одной комнате с резким повышением температуры, то есть возможность, что в этой комнате просто включатся спринкеры автоматически, или они будут предложены, включены пользователям. Также мы всегда будем знать, что если у нас, допустим, дома случилась протечка, мы будем знать, что у нас случилось. Но и не только мы об этом можем узнать, но и также мы будем знать, что у нас наши клапаны перекрылись, и вода больше не капает, то есть, в принципе, у нас наша протечка будет остановлена. Ну, собственно, система сможет предложить вызов, допустим, сантехника, или предложить поскорее нам добраться домой, чтобы проблему решать. Ну, также плюс защита от старжения тоже имеет роль, потому что есть и замки для ограничения доступа к кого-либо, допустим, нам в кабинет или, в принципе, в дом, или датчики различных движений, датчики открытия двери, датчики разбития. Вот такие вот разные вещи. Также немаловажным критерием автоматизации в доме является приятная атмосфера. Что это значит? Это значит, что у нас всегда в доме поддерживаются, условно говоря, нормальные условия для проживания. То есть, определенная температура днем, допустим, 20 градусов, нормальная определенная влажность, комфортное количество света у нас в квартире, ну и, в принципе, любой комфорт, который мы захотим себе обеспечить. Это тоже динамично настраивается, и, в принципе, это можно как угодно трактовать, но получается, что вся эта система закладывается с помощью различных тоже датчиков. Это датчики температуры, датчики влажности, с помощью исполнительных устройств. Это умные кондиционеры, это термостаты, это различные терморегуляторы. И если у нас стоит такая система, то мы можем очень-очень гибко настроить себе конкретно наши условия, что к этому подозревается. То есть, допустим, мы можем настроить систему так, чтобы днем у нас были те же самые 27 градусов теплого пола. То есть, в принципе, у нас днем будет поддерживать температуру 20 градусов. Ночь у нас будет более комфортный режим снатости. Допустим, кондиционер будет включать нам температуру до 17 градусов. Ну и, соответственно, это может быть тоже динамично распределено. То есть, если, допустим, летом мы хотим, чтобы у нас было дома попрохладнее, работать кондиционер, а ночью, чтобы было потеплее, у нас туда включаются полностью либо теплый пол, либо термоголовки, либо водяной теплый пол. То есть, в принципе, то, что у нас будет нагревать. То же самое будет работать с влажностью и с количеством света у нас в квартире. Влажность у нас будет решаться с помощью автоматизации обычных неумных, как, ну, чаще всего они неумные. Это разные увлажнители воздуха, ну, и специальные датчики влажности. Касательно света тоже тут, в принципе, просто. Управление жалюзией – это тоже одна из основных таких фич умного дома, которые очень-очень часто используются. В принципе, тоже такой прилетный. Почему-то ВАОФМ до сих пор имеет. Мультимедийная система, как я уже сказал, так, давайте сейчас это отлично. Просто термоголовки – это устройство, которое монтируется на батарее, то есть, на клапаны батареи. Они обычно ставятся на концевой клапан, и они плавно регулируют, то есть, они перезакрывают, переткрывают клапан, тем самым регулируя температуру батареи, перекрывая этот шпиндель, который там стоит. Я сейчас попрошу Андрея в чат подбирать пример с нашего сайта на это устройство. Вот, в принципе, другой-другой нашел проект. Вот. Удобная мультимедийная система. Что под этим подразумевается? Мультимедийная система – это, в принципе, такая вещь, которая может быть, в принципе, и неумной, но чаще всего ее определяют в умный дом. Как по мне, если мы дублируем пульт себе на телефон нашего телевизора, допустим, одного телевизора, другого телевизора, то это не совсем есть автоматизация. Автоматизация – это когда мы имеем в быстром доступе все то, что нам конкретно нужно. То есть мы нажимаем кнопку, открывается, допустим, YouTube, наш там любимый канал, сразу видео на новой секунде. Или же, допустим, мы хотим послушать наш любимый плейлист, мы включаем музыку, уходим в другую комнату, а музыка, допустим, плавно следует за нами, перемещаясь, допустим, это можно там сон сомнализовать. Или же, в принципе, то есть у нас стоит какая-то система просмотра видео, какое-то полотно с проектором, какая-то отдельная комната, и вот с помощью каких-то нажатий или каких-то действий мы можем очень просто эту комнату превратить в конкретный кинозал. То есть опустить жалюзи, опустить вот это полотно, запустить проектор, выбрать нужный фильм, допустим, или там какой-то нужный материал, его включить, и с ним уже конкретно комфортно проводить время. То есть, по большей части, это быстрый доступ к потреблению контента, да, и, соответственно, удобный формат потребления контента. Почему это не только, ну, не является концептным у дома? Потому что чаще всего все подразумевают как-то пульты управления и ничего больше. Максимум, на что возможно, это просто присоединение, ну, какая-то кнопка, которая сразу включает какой-то нужный канал, и, в принципе, все. Такие системы не всегда практичны конкретно делать в умном доме, потому что есть масса других решений, типа, допустим, того же самого Apple TV, или, там, допустим, XMBC на Raspberry, да, который, в принципе, позволяет все это делать в более удобном формате. Но чаще всего, в принципе, все это можно интегрировать в одну сеть. Допустим, как вот есть тоже проигрыватель кодек на малину на Raspberry, XMBC называется, и, допустим, если мы ставим, точнее, если мы выходим из комнаты, то фильм сам ставится на паузу, включается свет, и, да, будет. И, соответственно, возвращаясь обратно в комнату, опять включается фильм, тушится свет, и, в принципе, все довольно-таки комфортно выглядит, и этим удобно пользоваться. Теперь давайте расскажу про типы домашней антенитизации. Их делят на две большие категории. Это проводные системы и беспроводные системы. Проводные системы – это у нас протокол KNX, по большей части это BASPRO протокол, но это такой KNX протокол, который раньше был протоколом для автоматизации каких-то фабрик, мероприятий. Александр, если вы эту почту указывали при регистрации, тогда я вам отправлю. Вот, и, соответственно, точно так же KNX, ну, какие компании поставляют, точнее, какие бренды поставляют KNX? Это ABB, Crestron, Bucknet, ну, вообще, в принципе, их довольно-таки много, то есть там на протоколе BASPRO еще есть у нас HDL, такая структура, такая компания, которая тоже всем занимается этим проводными системами. И у проводных систем, как они вообще, в принципе, работают. То есть у нас есть наш центральный большой ящик, в котором стоит много-много оборудования, похожего на… Сейчас я включу карандаш. Так, здесь карандаш включился. Ладно. В общем, если посмотреть сейчас на экран, там будет показан модуль, он называется, и это вот одна из частей, которая обычно ставится в большой наш системный ящик, и от этого ящика идут много-много проводов, которые управляют нашим освещением, жалюзи, дают нам удаленный доступ, соответственно, всем вот этим мы пользуемся. Ну, в общем, все это получается такая большая-большая паутина, которая находится у нас во всем доме, и мы с помощью этих вот разводок силового кабеля, кабеля интернет, всем вот этим пользуемся. У этих устройств… Да? Почему? А картинки вообще видны, кстати, нет? Кто-то может сказать? А у тебя вообще отряд почему-то. Тогда у тебя какой-то затоп, Андрей. В общем, у этой преимущества, у этой технологии есть свои преимущества. К примеру, эта технология у себя очень хорошо зарекомендовала изначально, и она, в принципе, очень надежная, и очень много пользуется астреатрой просто в причине того, что можно делать гипердорогие проекты, получать очень-очень много денег, но есть и нюансы. Сейчас немножко попозже о них расскажу. Плюс у KNX очень гибкие возможности при закладывании проекта. Это значит, что у нас есть возможность вложить любую перспективу. Это и управление полностью освещением вообще в любой точке, которая только возможна. Это интеграция с другими протоколами, допустим, там, с Дали-протоколом, или там, с тем же самым каким-то бесправдным протоколом, да? Ну и плюс сама технология развивается, не стоит на месте, появляется много новых устройств, и, то есть, спектр еще шире и еще, в принципе, лучше. И, в общем, развитие не стоит на месте, и KNX тоже в этом плане развивается. Но также есть недостатки у этого протокола. Тут сразу есть самая такая серьезная проблема – это проблема в закладывании всех этих проводов, которые, в конце концов, будут нам обеспечивать наше умное устройство. То есть, если мы заложим неправильно датчик, какой-то датчик движения, и он будет неправильно отрабатывать, то получится так, что мы уже после завершения этого проекта нам будет очень сложно его переносить. То есть, в принципе, мы это можем сделать, но нам придется перекладывать провода, перетаскивать датчик, и все это будет довольно-таки накладно. Естественно, поэтому вырисовываются очень серьезные, высокие требования специалистам, которые могут делать супер-мега-крутые дизайн-проекты, а просто проекты для застройки, то есть, конкретно правильно владеть везде все провода, оставлять запас проводов, тоже раскладывать их, и тем самым за высокие требования специалисты реально берется очень большой кэш, и, в принципе, цены на проект, они всегда довольно-таки высокие, и поэтому делать какие-то небольшие коттеджи или какие-то квартирки на КНХ, в принципе, это реально очень дорого, плюс обычно все квартиры, которые отдаются или покупаются, они уже отделаны, поэтому там КНХ очень трудно закладывать, и цена реально очень сильно растет, поэтому это просто невыгодно для небольших инсталляций, не для супер-мега-больших, но для, допустим, какого-то здания, если там здание только строится, то развести КНХ это очень просто, и в конце концов мы получим огромный спектр различных возможностей нашего дома. Плюс мы еще удаленное управление получим, естественно, всякие сценарии, но для этого реально нужно искать очень грамотного исполнителя, который все это может реализовать, у которого за плечами уже куча-куча реализованных проектов, и только хорошего отзыва. Вот специфика ведения бизнеса проводных систем. То есть, повторюсь, это высокие требования к специалистам, потому что и программировать сложно все эти умные дома, и правильно делать проекты, провода раскладывать, и правильно настраивать устройства, все это довольно трудно. Завыграющие проекты тоже почти всегда являются большим значением, потому что там, где мы могли объект завершить, допустим, за месяц, все это растягивается на полгода или год просто по причине того, что все делается притапно, и, допустим, мы разложили провода, потом идет дальше стройка, там, допустим, какой-то работает дизайнер, закладывает там тоже какие-то свои вещи, потом ставят там облицовку, делают, ставят мебель, потом уже, естественно, там раскладывают какие-то устройства, собирают ящик, и, в принципе, это все делается не в один день, ни в неделю, ни в месяц, то есть, в принципе, реально очень может затягиваться, поэтому, получается, тоже растягивается на этот заработок. Но это компенсируется тем, потому что реально высокая цена за проект, потому что, ну, так сложилось, что KNX, в принципе, не дешевая вещь, хотя бы просто потому, что здесь есть нюанс прокладывания проводов, ну, это часто является тоже таким аспектом, который не всегда нравится заказчику, потому что реально получается довольно-таки дорого. Демпинг на рынке, честно, не могу говорить за прямой демпинг, потому что сам не являюсь участником этого рынка, но многие коллеги говорят, что там реально есть какие-то проблемы, хоть и есть, значит, и проекты, но все равно и по устройствам демпингуют, и по инсталляции демпингуют, поэтому есть какие-то нюансы. Но это, в принципе, не специфика ведения даже, а просто, в принципе, наши текущие рынки. Я занят. Плюс у некоторых систем есть нюансы с доставкой оборудования, потому что там оборудование под заказ, по большей части, идет, и иногда эта доставка затягивается на долгие периоды, что тоже растягивает наш долгоиграющий проект. Сами реализации, они очень серьезные, они очень стабильные, очень хорошо работают, но они статичные. Поэтому, если, допустим, мы захотим переехать, то нам придется опять наш данный проект переделывать, платить, допустим, уже половину стоимости от нашего предыдущего проекта, потому что в теории мы можем снять тоже все эти модули, поставить новый распред ящик, но, опять же, там будет переделка проектов полностью, будут какие-то закупки, и получится тоже, что будут такие дополнительные расходы серьезные. Плюс мы не сможем изменить текущую какую-то комплектацию, потому что уже все разложено, уже все сделано, и что-то куда-то перенести тоже будет довольно-таки трудновато. Перейдем к беспроводным системам. Это у нас, на самом деле, систем беспроводных очень много, очень много протоколов, которые работают по... Ну, которые, в принципе, в теории работают почти одинаково, и у них такие два основных концепта. Это работа через центральный контроллер и это работа через роутер. То есть, допустим, Wi-Fi устройство, Bluetooth устройство, они могут работать через наш роутер, общаясь только с облаком, и взаимодействия через роутер с этим облаком. То есть мы получаем только веб-интерфейс на телефоне, фонист, да, можно будет получить запись, и она будет в конце сделана. Уже запись идет, надеюсь, что все получится. Вот. И также есть еще... Ну, тут нет гибкости, потому что, опять же, идет работа полностью через облако. Если мы хотим заложить какую-то автоматизацию, облако вдруг упадет, что-то, в принципе, случается. Когда, допустим, с тем же самым Amazon, да, вот у нас наш... Ну, в общем, забанит 2 миллиона различных IP-адресов от Amazon, и много различных сервисов и облаков попадало. Соответственно, такое тоже может случиться, и мы на какое-то время просто можем лишиться нашей автоматизации и сможем только вручную управлять нашим домом. Другая система у протоколов, которые используют контроллер, который имеет центральный хак, в нем крутится вся логика, и не через какое облако все это не работает. Все работает через контроллер, ну, исключая только удаленный доступ. То есть удаленный доступ, по сути, только через удален... ну, через облако. Соответственно, все крутится там, и мы теряем наше управление, наши сценарии, все теряем, если только падает наш контроллер. К счастью, это случается не так часто. Принцип понятен. Теперь расскажу про преимущества всего этого. То есть преимущество в чем? В том, что благодаря тому, что все это беспроводное, нам не приходится прокладывать между устройствами какую-то шину, какую-то связь именно проводную. То есть нам не нужно будет портить наш интерьер. Мы сможем все это сделать очень-очень просто. Ну, не считая, конечно, там, монтажа освещения, допустим, да, или там рульставник, потому что к ним тоже потребуется подвести питание. Но, в принципе, это все очень и очень просто решается. То есть мы не портим наш интерьер. В принципе, в любой объект, в любой дом можно зайти, поставить автоматизацию, ничего не попортим. Беспроводная система намного проще в освоении, в настройке, в пользовании, ежели... Ну, насчет пользования, конечно, я загнул, но в настройке, в использовании и в изучении беспроводные системы, они более гибкие, более простые, то есть там все интуитивнее, более понятно. Плюс это быстроразвающиеся технологии, и появляется очень много различных протоколов, которые, ну, допустим, какие-то проблемы закрывают, и есть масса возможностей их синтегрировать с другими протоколами, там, через NQTT, или там, ну, настройку, или там с помощью HTTP-запроса, с помощью HTTP-вайп, но, в общем, возможностей для интеграции очень много, естественно, мы можем вот из беспроводных лепить такой большой комок различных разных трёх. Но тут и не без недостатков, касательно радиоканала, да, то есть не везде будет работать радиоканал, были такие нюансы, что просто, в принципе, обычная, у нас просто обычный наш дом, то есть все нормально, но радиоканал не работает, происходят ложные сработки, и вообще, то есть такие нюансы случаются тоже довольно-таки редко, но, в принципе, в радиоканале ещё минусы такие, что его можно заглушить, его можно перебить каким-то способом, он перекрывает, сам себя может перекрывать, то есть если у нас большая сеть, то всё это может просто друг на друга наложиться, и будут огромные задержки при сработке. Плюс не во всех протоколах все аспекты умного дома охвачены, то есть очень мало устройств по-хорошему, на которых можно сделать такой же проект, как на ином протоколе, то есть в каких-то протоколах, в каких-то системах нет устройств для отопления, где-то нет устройств корректных для управления жерузией, там нет каких-то датчиков, то есть и получается то, что нам, чтобы сделать какой-то проект, нужно по большей части какую-то мешанину из разных протоколов. Вот из этого вытекает проблема совместимости, потому что, хоть я и сказал, что вот открытые API, всё это замечательно, но всё равно бывают какие-то нюанси, которые вылезают в течение пользования, и которые тоже причиняют много неудобств в процессе настройки, то есть они могут быть неполностью и совместимы ещё. Плюс также ещё вытекает из предыдущего пункта, который я говорил, то есть про быстровызывающиеся технологии, есть такой нюанс, что не все протоколы надёжны по своему радиоканалу, по своей защите, по своему шифрованию, и в принципе в теории, то есть можно даже перехватывать, снимать доступ, можно как-то его компроментировать, можно как-то его хорошенько просто глушить, без каких-то сторонних средств. То есть не все протоколы доделаны, из-за вот этой вот такой тоже гонки и быстрого развития не всегда получается всё реализовать, всё, что хотелось на стадии разработки этого протокола. Основные протоколы у нас... Ну, основные протоколы — это ZigBee, это Wi-Fi, это Bluetooth, это Z-Wave, это E-Notion, и сейчас конкретно о некоторых мы поговорим. Начнём мы с Wi-Fi. Что вообще представить из себя Wi-Fi? Wi-Fi — это... Ну, то есть различные устройства Wi-Fi, это обычно они работают по Six-Low-Plan или по обычному Wi-Fi-модулю, и этих устройств реально не так много. То есть они по большей части являются фактором таким, что мы, если хотим поставить себе освещение, а ещё поставить себе отопление на Wi-Fi, то нам нужно уже два предложения. А если у нас лампочки двух разных брендов, или, допустим, малышки двух разных брендов, это ещё два приложения. Они между собой просто так вот несовместимы, получается, что у нас очень-очень много приложений, и нет какой-то централизованной системы управления всем вот этим. Но эти устройства реально довольно надёжные, и что у них очень хорошее шифрование, то есть AS 128-бит, и, в принципе, все эти девайсы реально дешёвые, то есть там 3000 за розетку, там 3000 за лампочку, за выключатель — это, в принципе, очень недорого. Даже можно найти ещё и дешевле, по-хорошему. Но этот формат ещё также может быть DIY-форматом, по причине того, что поддаётся очень много различных чипов, типа ESP различных, на которых можно сделать собственное устройство и подключить всё это, допустим, через Ардуино, через различные такие модули для разработки, и, соответственно, сделать своё какое-то устройство. Но не факт, что оно будет совместимо с другими. Ну, на самом деле, Wi-Fi ещё тоже довольно-таки может мало потреблять, если говорить там про Six Low Pen, но вот конкретно прямо по дыме дома это не очень будет подходить. Можно даже сказать, что это больше подходит про M2M, типа работа со сбором счётчиков для каких-то районов, вот это, допустим, через Loro будет сбор. Вот для этого вещи, такие вот решения подходят, но это не для автоматизации конкретно. Bluetooth 4, Bluetooth 5 — это очень такая, на самом деле, неплохая технология, неплохой... Ну, очень много хороших различных устройств есть под этот формат. Допустим, недавно Kassambi опять о себе звило. Wi-Fi модули, смотрите, Олег, вернёмся к Wi-Fi. Есть обычный Wi-Fi, есть Wi-Fi с пониженным энергопотреблением, то есть с их Slow Pen. И он, вот эти два разных формата, они потребляют довольно-таки мало. Но по большей части различные розетки, различные... Ну, в общем, все уст, которые питаются от постоянной сети, они используют просто обычный такой Wi-Fi без с их Slow Pen. И не совсем понятно, что там внутри лежит и как всё это, в принципе, работает. Поэтому там можно будет... Можно будет презентацию на почту. Кстати, даже в конце потом можете начать её пост, я дам тоже для неё доступ. Соответственно, просто два формата Wi-Fi есть, поэтому тут такого противоречия особо нет. Bluetooth. Bluetooth тоже очень такая приятная мне технология, потому что сейчас появляются тоже различные устройства, которые нравятся на компании, которые тоже показывают очень неплохой уровень и очень хорошую комплектацию устройств. То есть, допустим, недавно услышал я о Касамбе, то есть она опять о себе заявила, рассказала о том, что какие устройства есть у них. То есть это, в принципе, тоже мощный протокол для управления освещением. То есть там, ну, на самом деле, сплошные плюсы есть. Это очень хороший гибкий интерфейс с настройкой, который по большей части интерфейса решает очень большую роль. И, в принципе, формат установки тоже довольно-таки простой. То есть обычный пользователь с этим может справиться. И, соответственно, очень серьезное мощное устройство с большим каналом. То есть, допустим, там может диммер управляться, по-моему, 500-ваттный диммер может самим управляться. Но, на самом деле, таких компаний, как Касамбе, не так много. И, соответственно, устройств реально не так много получается. И, по большей части, сейчас до сих пор Bluetooth 4.0 используется для каких-то гаджетов. То есть, допустим, то, что сейчас у меня в ушах находится тоже работа по Bluetooth. Там смарт-часы различные. В общем, вся такая обвеска для человека это на Bluetooth работает. Плюс, опять же, вот, тоже, кстати, про частоту еще скажу, про 23 ГГц. Тут есть тоже нюанс в том, что если мы живем в каком-то доме, там, допустим, панельном установленном, в общем, многоэтажном доме, то есть возможность того, что у нас будут определенные задержки в сработке и Wi-Fi, ну, в общем, любого радиопротокола, просто в причине того, что наши соседи, наши сверху, снизу, справа, слева тоже пользуются Wi-Fi, каким-то там Bluetooth, допустим, они могут друг на друга накладываться и из-за этого будут задержки в сработке. То есть тут уже есть такая проблема, потому что очень часто все каналы забиты и бывает очень трудно сквозь них пробиться и правильно настроить свою сеть. Допустим, если там наш сосед начал качать, там что-то коррентов мощные, очень сильно, то не исключено, что наша лампочка будет срабатывать там на полторы секунды или там на полсекунды медленнее, ежели без скачки торрентов. Ну, то есть такое в теории возможно, не говорю, что так и будет, но это очень сильно замечается, к примеру, на выставках, когда вот там у всех есть Wi-Fi сети и все настраиваются на очень одинаковые каналы и получается, что у никого не работает включение по Wi-Fi, потому что сеть очень забита и по мощности, и по частоте, они в принципе на одном уровне и получается то, что мы никак не сможем законнектиться к этому и, соответственно, возникают такие проблемы. С низкочастотными, то есть с устройствами, которые работают на более низких частотах, таких проблем нет, потому что их в принципе не так много и они в принципе обладают немножко другими параметрами, об этом тоже немножечко дальше скажу. В общем, Bluetooth-устройства это довольно-таки хорошо и надеюсь, что тут Касамби, который для управления освещением, это будет довольно-таки мощным брендом и в конце концов они у нас тоже появятся, мы тоже будем их продвигать. Также есть еще Zigbee. Zigbee это очень похоже на Z-Wave протокол, вам сказать, что Zigbee это Z-Wave на минималках и вот почему. Zigbee это очень хороший тоже закрытый готовый протокол с шифрованием, который дешевле, чем тот же самый Z-Wave, тоже мало потребляет, в принципе, очень-очень сильно похож, но тут определенный нюанс в том, что у Zigbee не такая серьезная сертификация, из-за этого устройства появляются быстрее, но они оказываются с собой не особо совместимы, потому что тоже разные бренды выпускают, допустим, Xiaomi делает свой умный дом полностью на Z-Wave, он у них получается довольно-таки дешевый, ну, в реальности дешевый, дешевый Xiaomi дом получается, но у них ограниченное количество устройств, ограниченное количество устройств, которые работают с их контроллером, то есть можно включать другие тоже какие-то вещи, но не факт, что они заработают, и бывает так, что бывают вообще совсем очень плохие девайсы, которые, в общем, должны были существовать, которые, ну, давно еще прошли сертификацию, которая была не столь серьезной, и устройство просто, если включены в сеть, и контроллер там ломается, где отпадает, то устройство тоже грубо говоря ломается, потому что нет возможности доступа к этому девайсу, потому что его невозможно вручную сбросить, его возможно только исключить тем же самым контроллером, который его включал, поэтому вот в этом тоже есть серьезный минус, то есть на такое можно оттыкаться, и да, мне часто говорили, что там, почему ZWave в ZigBee тоже круче, это дешевле, это лучше, но вот из-за таких нюансов неприятно, то есть это тестировалось, я сам, как бы, видел, сам тестировал эти вещи, такие косяки возникали, это было не очень приятно, плюс еще говорили, как бы, ну, ZigBee же дешевле, почему нет, потому что, в принципе, в России ZigBee различных устройств не так много, поэтому, ну, их сложнее достать, и с ними сложнее работать, потому что, опять же, не все сферы охвачены, но в том же самом доме не получится сделать полностью автоматизацию, то есть это больше такое DIY-решение под людей самостоятельных, которые просто решили приобрести, потестировать, воспользоваться, поставить вещи, понять вообще, что это такое, ну, то есть в таком формате. Если кто-то уже серьезная подготовка автоматизации, то несколько раз подумал, прежде чем в ZigBee, потому что проблемы с областями. Ну, давайте теперь подходим к нашему онлайн-ивенту, это Z-Wave, Z-Wave-протокол, у которого тоже есть свои нюансы. Ну, вот если говорить про Z-Wave, в принципе, то же самое, что ZigBee, только какие есть нюансы. Это нюансы шифрования, потому что сейчас в Z-Wave наиболее грамотно организовано шифрование, то есть устройства включаются в сеть уже шифрованными, специальные ключи передаются уже на стадии регистрации устройства в сеть, и поэтому в принципе нет возможности перехватить каким-то способом этот девайс. Устройств в Z-Wave тоже намного больше, чем в ZigBee. То есть, если зайти допустим на интернет, там просто валом этих девайсов различных, там какие-то есть большие-большие сетевые фильтры на Z-Wave, которыми можно с этим всем этим розеткам управлять, и какие-то специальные датчики вверх в этом же есть. Ну, в общем, девайсы, на самом деле они возможно есть и на Xiaomi, просто я их, честно, не видел, поэтому не на Xiaomi, а на ZigBee. Соответственно, ну, по факту, реально, выбор намного больше, чем у ZigBee, просто причина того, что очень много разных брендов, и цены тоже разнообразны, то есть, если мы захотим выбрать какое-то устройство подешевле, мы можем спокойно найти такой бренд, допустим, там, Neofulcam или Filio, и, соответственно, получить тоже такой девайс за более низкую цену. Если хотим что-то более лакшери, более крутое, берем, допустим, Fibar, это плюс еще это готовый протокол с обязательной сертификацией. Из-за сертификации устройство выходит немножко медленнее, но в этом есть немножко на самом деле они могут растягиваться выход на полгода, на год, но из-за такой сертификации у нас получается так, что мы получаем девайс новый, и он 100% будет подходить к любому девайсу, который уже, в принципе, у нас есть в сети. Есть, конечно, тоже небольшие исключения с кривым устройством, но их на порядок меньше, чем в том же самом DB. В принципе, мы не наткнемся на то, что мы купили устройство, оно к нам не подходит. Ну, может быть, так только, если мы купили устройство другого региона, допустим, европейского или в российского, если мы в Европе находимся. Плюс, немножечко заповед дороже, чем остальные протоколы, но это, соответственно, из-за того, что очень много устройств, что цены диктуются непосредственно не заповед в альянсе, а в принципе производителем. Обязательно сертификация и шифрование. Плюс, если говорить тоже про развитие этого протокола, то на порядок меньше известности этот протокол имеет среди людей, просто потому, что крупный бренд Xiaomi занялся умным домом и сделал какое-то устройство. И, естественно, об этом говорит очень много различных IT-СМИ каких-то. То есть, в принципе, это реально скупта, что компания Xiaomi в принципе довольно-таки известны. У Z-Wave не так, по крайней мере, в России, потому что не так много различных брендов известных делает Z-Wave устройство. Но брендов тоже действительно много, их около 700 штук и около 2100 различных девайсов. То есть, с недостатками мы разобрали вот, о чем я говорил. То есть, более 700 различных производителей. В России, конечно, они не все подставлены. Очень много устройств, которые к нам вряд ли попадут из Америки, потому что для этого нужно будет немножечко эти устройства переделывать, немножечко все ассоциировать по-другому и по-другому тоже все будет остатываться. Но в России тоже очень много различных брендов, которые в принципе все потребности, которые мы обсуждали вначале, все эти потребности тоже охватываются и все они очень просто закрываются. Z-Wave еще часто берет дизайн. То есть, очень много выбора и очень много вот этих лакшер-девайсов в этом выборе. То есть, что Fibara бренд, допустим, Eutech бренд, очень тоже стильные красивые устройства, которые стоят наравне с тем же самом Xiaomi, допустим, которые там тоже маленькие таблеточки, какие-то симпатичные девайсы. То есть, в принципе, дизайн очень хороший и он очень хорошо вписывается в любые интерьеры, потому что у нас было довольно-таки много разных дизайн-проектов, в которых допустим, тот же самый Fibara глаз, который очень органично вписывался и всегда хорошо вложился под каждый проект. То же самое с датчиками всевозможными. Если говорить о релешках, то мы можем выбрать абсолютно любой двухчатик физически, который будет ставиться наше управление, и управление освещением никак не повлияет на наш общий внешний вид. То есть у нас есть, ну, чуть дальше покажу, там, релешка будет, я покажу ее, скажу, как она вообще ставится, и почему она никак не влияет на дизайн, почему идет выигрыш. Так, Z-Wave, как я уже сказал, в принципе, все. Здесь представлена небольшая толика всех возможностей, всех устройств, которые есть. И вот три таких основных направления в Z-Wave это безопасность телометрией, это управление устройствами, то есть управление освещением, там, друзья, допустим, какими-то другими девайсами, это отопление, кондиционирование и вообще, в принципе, климат-контроль. естественно, тоже мультимедиа девайсы есть. О каждой группе вкратце расскажу. То есть для безопасности телометрии у нас используются всевозможные датчики. Здесь у нас вставлены три датчика. Это датчик все датчики в Z-Wave, по большей части, мультисенсоры. Мультисенсор означает, что в устройстве как минимум есть два разных датчика. То есть здесь все эти датчики, на самом деле только два, они обладают возможностями еще считывать температуру, считывать освещенность. И есть тоже другие датчики, допустим, там, четыре в одном, шесть в одном, которые точно так же передают всю информацию на контроллер, тем самым обеспечивая вот такую телеметрию, на которую тоже можно опираться и запускать различные сценарии световые, отопительные, мультимедийные. Ну, плюс обеспечение безопасности, ну, вообще контроль состояния дома. То есть датчик дыма у нас включает запасительную безопасность, то есть можно, допустим, нам сообщить о возгорании каком-то, потушить пожар в помощи спринкелов. Но это уже относится к управлению устройствами, то есть, допустим, тут тоже представлены три основных вида, это управление жалюзи, это управление любой нагрузкой, в принципе, и это умная розетка, которая тоже, в принципе, управляет различной нагрузкой. Вот эта маленькая черная коробочка, это и есть тот девайс, который вставляется в подрозетники и который подключается, в принципе, к любым типам накладных выключателей. Соответственно, он вообще не заметен, когда я монтирую нашу надуму, он станет вообще незаметен, он полностью никак не влияет на внешний вид, но влияет очень сильно на работу. То есть, допустим, если у нас стоит диммер, то мы сможем с этого выключателя, еще и диммер, это освещение, его включать, на 50%, на 20%, полностью гасить, полностью включать, диммер с этого выключателя. Умное, допустим, нам еще будет считать синергопотребление нашего холодильника и будет сообщать о том, что если холодильник не работает, то вот сейчас все разморозится, будет очень все плохо. То есть, об этом тоже такая отчетность есть. Жалюзи тоже можно управлять вообще, в принципе, не только жалюзи, но, в принципе, любыми моторами, то есть, это и гаражные ворота, это и ламеры, это даже на ангареи окна, то есть, можно поставить специальные цепные приводы на окна, которые тоже будут управляться с помощью отумного дома. Все это, в принципе, можно сделать с помощью черной маленькой, она реально маленькая коробочка, она там по размеру 50 мм в ширину, 35 мм в длину и там около 20 мм в толщину. Вот. И следующий пункт это у нас отопление. В отоплении тоже очень много различных девайсов и все вот это работает, ну, все отопление работает на термостатах, на кондиционерах, на различных датчиках, на термоголовках, на клапанах и все это управляется тоже, ну, управляется, состоятся различные сценарии через центральный контроллер, который у нас такой серый сверху. Возможности какие? То есть, контроль кондиционирования есть, это управление кондиционером по ИК, это управление вайфом кондиционером с помощью тоже контроллера, это управление теплыми полами электрическими с помощью обычных электрических термостатов, которые заменяют наши стандартные термостаты, это управление термоголовками, которые у нас, допустим, ставятся на батареи, и мы их плавно открываем-закрываем, тем самым регулируя температуру в доме на протяжении всего дня. Также есть устройства для управления водяными теплыми полами, это могут быть те же самые термоголовки, или же это могут быть клапаны для перекрытия воды электромеханические. Кстати, тоже кейс, как работает перекрытие воды при протечке. То есть у нас просто берется наш электромеханический клапан, берется, подключается реле для управления устройствами и освещением, и, соответственно, при обнаружении протечки у нас выключается, полностью перекрывается вода, полностью все это выключается. Ну и также мультимедиа. Мультимедиа, по большей части, интегрируется в ZPF-контроллеры, ну, точнее, в ZPF-сеть с помощью контроллеров, то есть с помощью HTP. Есть, конечно, возможность всем этим управлять и по ИК-протоколу, то есть как и с кондиционерами тоже, но тут проблема в том, что это довольно-таки медленно, и еще нет обратной связи. Поэтому, как я уже говорил, в принципе, мультимедиа можно делать, даже нужно делать отдельно, чтобы не было таких вот затычек, нюансов. Но устройство есть, но не с помощью, что они прям постребованы очень сильно. Теперь поговорим про стоимость системы. Это тоже довольно-таки важно, потому что мы обсудим два формата тоже, стандарты премиум, стандарты – это небольшие объекты с небольшой застройкой, и премиум – это какие-то тоже крупные объекты с большим количеством устройств, с большим спектром возможностей, с большой интеграцией, с различными другими протоколами, с другими устройствами, с другими вещами. Если говорить о стандартной какой-то застройке, то от 150 тысяч тут можно ложиться по устройствам. То есть это если тоже довольно-таки крупный коттедж, то там, допустим, требуется только управление освещением центральным, то есть включение-вотключение света, в комнатах небольшое количество теплых полов, небольшое количество термоголовок, ну и, соответственно, на этом все. За это все, если там будет какая-то сложная схема с включением освещения, будет там прикладок колодов, то, соответственно, прайс на инсталляцию будет расти в силу сложности этих работ. Но по стандарту здесь бы вот для такой системы, я бы даже назвал стоимость инсталляции 50%, потому что, ну, за твоей конкретно стоимость инсталляции стоит от 50% до 100% за устройство. Сколько мы заплатили за устройство, столько, может быть, за инсталляцию или же в диапазоне от 50% до 100%. Почему так? Потому что устройство, если сравнивать с проводными системами, то устройство почти все те же самые, все те же возможности есть, ну и, соответственно, все это они покрывают. Плюс за инсталляцию тоже, то есть мы на это тратим наше время, наше знание, наши ресурсы, но это намного легче, чем ставить это все на том же самом клининсе, поэтому немножко прайс тут поменьше за инсталляцию будет, но тоже, можно сказать, за работу берется нужный кусок. Сейчас, допустим, я разберу такой прям, вот эти 150 тысяч, да, грубо говоря, да, для автоматизации прям такой хорошей большой двушки, в которой много очень различных источников освещения, нужно много датчиков поставить для контроля всех наших систем, тоже взять контроль какой-то более-менее неплохой, ну и поставить еще управление отоплением, допустим, терморегулятора. Если учитывать, что у нас 9 групп освещения, что у нас 6 разных датчиков, но группа освещения, допустим, это там и с диммированием, и двухканальные реле, и одноканальные реле, и мы прям вот освещением везде управляем, то есть в санузле и, ну, в двух санузлах, условно говоря, в ванной, если у нас еще на кухне, там, на балконе, в двух комнатах, в коридоре, это получается около 50 тысяч, если говорить про розничные цены. По датчикам, то есть это датчик протечки, это датчик дыма, это датчик входной для двери, и это, допустим, еще под датчик движения для проходного, для включения освещения, то получается 33 тысячи рублей. Контроллер тоже берется стандартный, его даже можно самостоятельно собрать, это там, либо 7200, если мы самостоятельно собираем, или 1390, если мы вот полагаемся конкретно нашему инстарятору, и он нам уже дает полностью решение из коробки. И терморегуляторы на батареи, допустим, у нас три батареи на кухне в двух комнатах, это вот 2600. И получается вот эта сумма за оборудование 116 тысяч 140 рублей. В принципе, на, допустим, 80 квадратов, на 70 квадратов это вполне себе объективная цена, потому что, ну, по аренде, если вы там по аренде такой площадь, да, или по покупке, то это вообще очень маленький процент от общего числа. Плюс еще за инстаряцию берется 58 тысяч или 50 процентов от этого. И, ну, тут, в принципе, инстаряция довольно-таки простая, да, то есть, но если человек на это не хочет тратить время, хочет или просто не знает, что все это делает, то, соответственно, он воспользуется услугой инстарятора и заходит за это еще дополнительную стоимость для, вот, соответственно, того, чтобы все это было установлено. Проектирование обычно бесплатно, потому что здесь не так большая сложность проектирования, потому что нам нужно просто понимать количество разных устройств, которые нужно поставить, и для этого можно просто отправить, допустим, опросную таблицу, которую тоже, кстати, могу вам как образец отправить, просто отправить таблицу, человек заполнит, отправить обратно, вы примерно уже понимаете, что и как там сделано, плюс у вас под глазами есть ваш проект, и на нем все это сделано. Опять же, это двушка, то есть это не такой большой дом, где нужно подумать ретрансляцию, где нужно еще думать о многих нюансах работы в сети, то есть если мы берем большой объект, который сейчас я дальше скажу, то там уже, отправлю, то там уже, естественно, будет цена проекта, соответственно, тоже сколько-то она будет определенная сумма стоить. Ну, в общем, по цене понятно, да, то есть у нас есть, в общем, такая обеспеченная двушка, и здесь мы, в принципе, вкладываемся в тот бюджет, который даже был рассчитан на какой-то небольшой коттедж, но тут это прям такая сильная автоматизация, плюс в эти 58 тысяч еще может быть включено, допустим, если вы там хотите сделать приятный сумму клиенту, вы там еще можете ему его в Wi-Fi кондиционер еще интегрировать, за это там взять, допустим, условно, 5 тысяч рублей, или сколько вы, ну, в принципе, назначите, и тоже увеличить тем самым тоже уровень комфорта не только терморегуляторам, но еще Wi-Fi кондиционерам. Плюс, еще в чем прелесть, в том, что есть возможность шеф-монтажа, и есть возможность для клиента растягивания всей этой суммы на определенный период времени, то есть, допустим, тоже одна из схем работы, которая есть, которая, ну, в принципе, очень действительно, которую можно реализовывать, это просто подогрев интерес клиента непосредством того, что он может ставить сам. То есть, допустим, мы сейчас тоже на слайде видим модуль гостиная, да, и у нас тут стоит наша умная розетка, на торшер стоит датчик открытия, который будет нам включать вот эту умную розетку и будет включать еще РГБ-подсветку, и с этим любой человек, в принципе, справится, который применен, если как-то интересно вообще домашний актиндос, то он с этим справится очень просто, да, то есть, это несложно, это довольно дешево получается, то есть, он в первый раз ложился, условно, купил какое-то оборудование, у вас просто купил, сам поставил, довольно, вот ходит у него, все это включается, все ему здорово, все нравится. В дальнейшем он точно так же может закупить еще там, оборудование для прихожей, то есть, какая-то сирена, какой-то выключатель, тоже датчик открытия на дверь, датчик движения еще поставить в другой комнате, какой-то реле тоже на сигнализацию или там просто на освещение, то есть, в принципе, тоже вторую свою часть закрыть и сделать, ну, то есть, уже без вашего какого-то влияния. Десмотрим кухню, на котором он, в принципе, тоже может с теорией справиться сам, но уже понимая, что у него запросы растут, а времени не так много, или же, допустим, знаний не так много и того и другого, не так много в этой области, то он уже попросит вас, допустим, под шеф-монтаж сделать. И вот такими этапами вы можете вот сумму, допустим, 116-140 рублей, около 58, то есть, в общем, 174 тысячи рублей размазать на какой-то длительный период, при этом не сильно тратя время на каждый из объектов. Вот таким способом, да, то есть, мы уже можем притискать, то, что вот ты приобрел уже две системы, то есть, на кухню, в коридор приобрел что-то там по системе безопасности, теперь тебе предлагаю еще поставить такие-то вещи с таким-то контроллером еще там, может заменить контроллер, и за это тоже получается, ну, получается то, что мы объект дореализовываем под его контроллером, то есть, под его контроллером он тоже смотрит на всю вот эту систему, тоже и обучается, то есть, уже получает положительный юзер-эксперинс, в котором он полностью разбирается, в котором он полностью все знает и детально понимает, как все это работает, и, будьте уверены, он опять придет и опять купит какие-то устройства, или, возможно, даже попросит монтаж, чтобы расширить свои возможности в своей сети. Сколько это удобно использовать датчик открытия на дверях, которые часто устанавливают двери незакрытыми? датчик открытия на дверях может ставиться на входную дверь, и, соответственно, для чего он там служит? Для того, чтобы контролировать, кто пришел вообще домой. У нас стоит камера, у нас стоит датчик открытия, открывается дверь, заходит человек, нам приходится пришивать с камеры, кто зашел, то есть, мы можем понимать, вернулся ли наш ребенок домой, или посторонний ему зашел, допустим, из такого формата. Датчик открытия дверей на проходных зонах тоже может использоваться, датчик открытия двери также еще может на гардеробных использовать, то есть, например, на гардеробной у нас включается свет автоматически, закрываемый и выключается автоматически. На разных дверях, на самом деле дело привычки, кто-то оставляет, дверь кто-то не оставляет. Соответственно, рядных вариантов использования датчиков очень много. Обычно ноль не затягивает выключатели, да, это стопроцентная правда, в старых домах такого точно нет, да и в новых тоже такого может не быть, но обычно сейчас при проектировании уже закладывают тоже ноль, потому что тоже уже автоматизация на это тоже немножко повлияла, надеюсь, да, и, соответственно, там появляется ноль. Что делать со старыми домами? С нулем, точнее, без нуля работают тоже некоторые устройства, допустим, Fibara Dimmer 2. По сути, это единственное устройство, которое есть в нашем мире, которое работает в разрыв фазы, то есть без нуля. Да нет, на самом деле, вот касательно, ну ладно, сейчас расскажу, вот Fibara Dimmer 2, он работает без нуля, то есть он отключает в разрыв фазы и точно так же управляет этим девайсом. Тут есть тоже свои нюансы в том, что у нас может быть какое-то лето освещение, да, и из-за того, что Dimmer потребляет нагрузку, чтобы работать в разрыве фазы, ему придется ставить в дополнение еще шунт, который будет эту нагрузку нивелировать и не пропускать через Dimmer, а пропускать через себя. Тем самым не будет никаких мерцаний, не будет остаточного освещения, атлетно-свещения, и у нас все будет в порядке. В новых дедушкой электрики не сделают это, ну, не знаю, потому что по последним таким опытом, последним каким-то посещением строек делают и в фазы 0, и в розетках, ну, в розетках это обязательно, естественно, конечно же. В подразделениях тоже делают и в фазу 0, и все это действительно, ну, не так сложно. И если, главное, попросить реально хорошего электрика, который он вообще без проблем сделает, можно ли сделать управление одной группой освещения средств, не остальные проходные? Да, это можно сделать, это можно сделать и на стадии строительства. Если, допустим, правильная развода с помощью того же самого Dimmer, у него есть схема подключения проходных выключателей, соответственно, если у нас все разъедено правильно, то мы уже сможем сделать такой проходной выключатель. Говоря про правильную, просто говорю про стандартную разводку проходных выключателей, если же такой возможности нет, то возможность, какая есть, ставить два, две релешки в подрозетнике и их ассоциировать, чтобы они одновременно работали на включение-выключение. То есть, если одно выключаем, то другая точно так же включается. С этим способом это можно сделать. Также проходные выключатели можно заменить еще с помощью датчиков проходных. То есть, мы ставим датчики, у нас не нужно нажимать две кнопки, просто проходим, свет включается, выходим из зоны сработки датчиков, у нас свет выключается. В принципе, вариантов реализации очень много, тут зависит просто от вашей фантазии, от ваших возможностей реализации. Так, ну, мы, естественно, поняли про нашу комплексную систему, про возможность такого тоже размазывания длительного времени для клиента, чтобы было тоже менее больно по всему этому подойти. Опять же, это работает на каких-то небольших объектах, если у нас уже есть большой коттедж, то там уже нужно делать реально какой-то серьезный проект, договориться с заказчиком во всех нюансах, и цена, соответственно, уже будет серьезно расти, но и ответственность тоже будет расти. То есть нам нужно будет продумывать методы ретрансляции, то есть метод передачи сигналов в какие-то отдаленные места от контроллера. Возможно, продумать будет стоить, как будут устройства работать на втором этаже через отдельный контроллер, через ретрансляторы. Нужно будет продумывать правильное расположение датчиков, чтобы постоянно не пережать и не переделать все эти места. В общем, нюансов реально будет очень много, и, соответственно, за вот такую грамотную настройку просят соответствующую сумму. То есть, возможно, в 100%, точнее, в таких огромных коттеджах, да, обычно есть и другие интеграции, возможно, там есть еще и достройка, или настройка к другим протоколам. Допустим, там уже ставил KNX, но поставился неправильно, поэтому нужно все это заменять, или же, допустим, ставить какие-то дополнительные другие датчики, которые будут работать, соответственно, с KNX. И вот такая интеграция, это тоже непросто, это делается уже в дневный период времени, и, в принципе, делается точно так же уже на стадии и ремонта, и на стадии уже чистовой отделки, когда уже все стоит, уже все готово. Так, реализация сценариев предлагает ли совместно с заказчиком? Сейчас расскажу. Сейчас, секундочку. Соответственно, это премиум застройка, тут обычно берется большая сумма за большие коттеджи, но и здесь автонизации тоже довольно-таки много, поэтому поработать можно будет тоже серьезно. Насчет сценариев предлагаете или совместно с заказчиком? Тут есть несколько вариантов, но обычно схема рабочая какая-то, то есть мы имеем, ну не мы конкретно, да, то есть наш инспиратор имеет какой-то определенный пул своих сценариев, то есть это уже их наработки с других инспираций, с других объектов, собственно, какие-то задумки, разработки. И, соответственно, их можно в первую очередь и предлагать, но если клиент, ну опять же, то есть клиенту рознь, мы предлагаем одно одному, другое другому, или там все одно и то же предлагаем человеку, то естественно, возможно, что-то ему не понравится. Опять же, человек что-то хочет под себя гибко настроить и сделать что-то свое конкретное, то есть какое-то такое индивидуальное. Это возможно прорабатывать и с технической точки зрения, и вообще, то есть с точки зрения работы с клиентами, это даже полезно, потому что настраиваются такие дурительные отношения. Но обязательно, собственно, пул каких-то работ тоже должен быть, просто как пример, то есть, допустим, какие-то, ну, либо текстовые сценарии, да, то есть, допустим, какие-то, обязательно, какую-то тоже к этому визуализацию тоже иметь, которая будет наглядно показывать, что какие вообще возможности эти системы, да. Соответственно, и то, и то, это очень полезно, это очень нужно. Реальные сценарии, ну, вот сейчас с контроллерами мы будем общаться с контроллерами, и я тогда, в принципе, расскажу про сценарии. Тоже вот одна из возможностей Z-Wave, Z-Wave это возможность войти, в принципе, в любой объект, да, даже там, где уже все завершено, мы точно так же можем прийти, поставить умный дом, то есть, наш грубой NX-Grid очень сильно расширяется за счет того, что в коттеджах, в коттеджных пособках уже все построено, но все равно там есть потребность в автоматизации, которая приходит не сразу. То есть, мы уже сделали наш дизайн, уже все застроили, а потом резко понимаем, что хотелось бы нам вот управлять нашим освещением, еще и с помощью телефона, потому что выключателей очень много, и они на разных этажах находятся, их кликать не очень приятно, подниматься на второй этаж, что-то нажимать. В общем, потребность приходит не сразу, и эту потребность можно очень-очень просто закрыть с беспроводной системой, потому что все монтируется, ну, как вы поняли, датчики, они вообще монтируются там на самолез, условно говоря, да, или на какой-то условный двусторонний скотч, релешки монтируются под розетники, да, в принципе, все монтируется под розетники, контроль ставится к роутеру, поэтому тут никаких сложностей в монтаже нет, только если какие-то неправильные были вещи сделаны при строительстве, то есть, допустим, неправильно был датчик температуры заложен в теплый пол, или же там неправильно что-то с гребенкой, какая-то она там, допустим, Reboost, или какая-то тоже неправильно организованная, то тут, естественно, будут переделки, тут уже никак не потеряется. Но по факту, если говорить про сам концерт беспроводных, то конкретно ZetWave заходит на любой объект с полным спектром оборудования. Тоже покрывается функцией NoDome, потому что, как вы поняли, устройств реально много, и из-за того, что есть возможность интеграции с другими протоколами, можно и другие устройства, и других протоколов протянуть ZetWave, и точно так же настроить управление всеми этими системами. Также есть видеонаблюдение, которое, на самом деле, желательно делать на отдельных системах, потому что если нам нужно просто видеть, что в текущий момент происходит дома, то камеру можно поставить. Но если нам нужно считывать и записывать, и архивировать наши записи, то лучше ставить отдельную систему видеонаблюдения, потому что, во-первых, такие функции не заложены в контроль ZetWave, а, во-вторых, это более надежно, и качественные шансы, естественно, будут превышены. Остальные функции, то есть жалюзи, освещение, отопление, в принципе, все-таки жесть, как вы уже поняли. Для инстиллятора, чем ZetWave хорош, тем, что протокол, устоявшийся, да, у него есть собственные фишечки, мышечки, это шифрование хорошее, то есть это не будет возможности у клиента вам сказать, что, а что это у вас протокол ненадежный, сейчас это вообще обратно не будет. Спокойно объясняет, что протокол очень надежный, и он, в принципе, не взламывается на пятом поколении шифрованием. Плюс обратная связь у ZetWave есть. Есть ретрансляция тоже хорошая, мощная. Большая сеть покрытия тоже, качественные устройства. Открытые API-контроллеры тоже очень много влияют, большую роль играет для интеграторов, чтобы делать интеграцию с другими протоколами, с другими устройствами. Ну, это и API-открытые, это и просто HTTP-запросы какие-то обычно, плюс, если объекты не гиперсложные, или там не гипер какие-то замороченные, то все это можно сделать чисто на ZetWave, и, в принципе, никаких с этим проблем не будет. Возможно, шеф-контажа тоже это довольно приятно, потому что тут не нужно будет критично какие-то вещи серьезные и сложные объяснять для нашего клиента, допустим, как-то на клиент какой-то проблеме. Мы просто будем показывать, как все это, в принципе, делается, и он, в конечном итоге, тоже очень плотно и мощно все это поймет, и сам, в принципе, с этим тоже может справиться, в конечном итоге. Любой проект можем брать на любом этапе, предлагать тоже свои возможности. У меня, соответственно, тоже комьюнити развивающийся, это означает то, что и поддержка техническая есть хорошая, в принципе, и маркетинговая поддержка есть, есть кому обратиться, есть с кем пообщаться на тему проектов, как они вообще все это реализуют. Ну, в общем, в принципе, мы стараемся заниматься, соответственно, развивать комьюнити, и чтобы уже было понятно, как с этим работать. То есть никто вас там, допустим, не обучит, и не скажет, все, иди, продавай, завай, и все. То есть тут тоже формируется очень такая хорошая дружеская атмосфера, в которой очень при этом тоже участвуют. Также еще отличная вещь, которая не совсем очевидна из предыдущих слайдов, это масштабильность и расширяемость. Как я уже говорил, можно ставить все это поэтапно, и если какие-то функции, которые были заложены изначально в большом коттедже, были не учтены, точнее, какие-то функции, которые хотели бы быть заложены, но не были поставлены, сейчас хочется поставить, то всегда есть возможность систему доставить, расширить и увеличить спектр. То есть, допустим, если мы поставили только освещение, а через полгода или год клиент говорит, что я хочу еще отправлять, допустим, с телефона или какие-то сценарии, но хочу на отопление, то с этим вопросов никаких не будет, мы просто поставим еще какие-то устройства, мы точно так же все это включим в нашу сеть, заплывая в ту же самую сеть, и все это будет работать в такой-то одной системе, в принципе, это очень просто делается, то есть тут не нужно ни провода прокладывать, не нужно заморачиваться с совместимостью устройств, то есть, в принципе, только вот одни плюсы. Плюс очень хорошие возможности апсейла бывает, сейчас она тоже есть, это, конечно, такой небольшой брюшок, конечно, нарезать свои такие услуги, но, в принципе, есть же гарантийка, то есть на гарантийку, условно, два года, можно говорить, и вот батарейки, ну, их устройство батареечное, они питаются из батареек, я каюсь, забыл об этом сказать вначале, устройство питается из батареек, и их примерно раз в два, раз в два, или раз в год нужно заменять. Соответственно, таким способом мы тоже можем делать апсейл, показывая то, что появилось нового в ринейке, и тем самым предлагая тоже свои услуги и предлагая новые возможности для клиента. В принципе, от этого все выигрывают, но это довольно-таки как-то навязчиво получается. Теперь поговорим про то, как ZATWIF работает. Я вначале говорил, что устройства, точнее протоколы делятся, бесплатно делятся на два типа, которые работают через роутер, которые работают через контроллер. ZATWIF относится ко второму типу, это технология, которая работает через центральный контроллер, и управляет всем-всем-всем облаком, то есть всем полом наших устройств. Как все работает? У нас есть наш планшет, на котором есть приложение умного дома, и есть наша локальная сеть, или просто же контроллер с Wi-Fi, к которому мы подключаемся с помощью этого приложения. То есть, выдается определенная пиады для этого контроллера, мы к нему подключаемся, и видим все, что у нас происходит в доме. Также с этого контроллера, и с помощью этого планшета мы можем добавлять устройство, исключать устройство, настраивать сценарий, и всем этим управлять. Также с этого же положения мы имеем удаленный доступ, удаленный доступ мы имеем через облако, или же мы имеем его напрямую, через проброс портов, но это не столь надежно. Обычно использование происходит через облако, потому что это очень-очень просто, и в принципе каких-то сбоев не бывает. С этим устройством тоже, то есть, если включаем все эти устройства, то они принадлежат только этому контроллеру и работают только с этим контроллером. То есть, любой другой не может с помощью своего контроллера этим девайсом управлять. Устройства бывают проводные и беспроводные. Как вы уже поняли, проводные 220, 12, 24 вольта. Устройства батареечные, они могут питаться от батареек, там CR123A пальчиковые, и там на самом деле в форматах не так много, там 3-4, там S1.5 от AA. Ну, в общем, и еще есть устройства, которые питаются от аккумулятора. То есть, допустим, линейка IL-TECH сейчас появляется, которая питается полностью от аккумулятора, и которую там раз в полгода мы заряжаем, и, допустим, не работают еще вообще-то без всяких проблем. С принципом, работа понятна. Теперь сам контроллер, в принципе, это довольно-таки важная вещь в ZTE-сети, потому что, как мы уже поняли, на нем у нас хранится интерфейс нашего пользователя, у нас также там хранятся все таблицы маршетизации, которые нам вводят, управляются нашим домом двухэтажным коттеджем, то есть спокойно, без всяких задержек, без всяких каких-то проблем. Также на контроллеры крутится вся логика, то есть там все сценарии прописаны, вот эти все коды прописаны, сценарии, которые делаются информативно. Также с помощью этого девайса мы включаем и включаем устройство. Тоже это все делается на контроллере. Если мы теряем контроллер, у нас остается возможность только локального управления всеми устройствами. Говоря по локальному, я не говорю про смартфон, я говорю просто про включение-выключение физическое. Но, соответственно, датчики тоже нам не будут никакой информации отправлять, мы не будем получать какую-то информацию, но если у нас есть связь ассоциативная, то, допустим, на проходные выключать, то они будут работать как проходные. То есть с этим проблемы никакой нет. Так, сейчас я быстро на вопросы отвечу. У меня вопроса было. Есть возможность увеличивать игночные линии? Да, Дмитрий, однозначно есть. Устройства это распознают, они распознают это. Это и диммеры распознают, это распознают и реле, и диммеры в случае зажатия. Они диммеры, к примеру, или же какие-то отправляют сценарии. Если же зажимать на выключатели обычно, то, соответственно, тоже будут испанцы ответить, и не будет ручного управления. Есть панельки-выключатели с несколькими кнопками или сенсорными, как, например, ТНХ, ВМР или HD. Однозначно есть. Это новые наши устройства Hilltune. Пятиканальное реле есть. Это свитчер. Это сенсорная такая панелька со стеклышком сверху. Я думаю, что сейчас мой коллега в чат может ссылочку отправить на него. Или же в конце тоже я отправлю, где-нибудь немножечко кратко расскажу. И давайте переходим тогда к нашим контроллерам. Расскажу просто про контроллеры, какие основные есть. И в страничку будем закругляться, потому что про устройства расскажем мы в следующий раз на следующем семинаре. Почему про контроллеры? Ну, потому что это очень важная вообще вещь в Z-Wave. И ее нужно даже отдельно разбирать, просто чтобы вы понимаете примерно, что удобнее нам, что выгоднее, что, ну, в общем, с чем нам приятнее работать и что нам вообще больше располагает. Давайте начнем с линейки Fibara. Fibara вообще это очень такой популярный и а-ля премиальный бренд, который делают поляки. И устройства там, ну, не дешевые, так сказать, на порядок дороже, чем остальные. Ну, не порядок, на самом деле, не так сильно дороже, но немножечко все-таки дороже. Если вы видите контроллеров, то да, на порядок, потому что рейджинг на цену контроллеров это 24 тысячи у HomeCenter Lite и 50 тысяч, если говорить о HomeCenter 2. Почему такой большой прайс, честно, не совсем непонятно, но контроллеры, наверное, то есть мощные, если говорить про второй HomeCenter, и, в принципе, вообще все, что делалось на других контроллерах, они тоже делают, плюс еще есть дополнительные плюшки, которые, в принципе, я сейчас рассмотрю. Есть все интерфейсы, которые только возможны, это и на iOS есть, и на Android есть, и на e-web интерфейс тоже есть, и, в принципе, тоже, по-моему, только на Windows Phone нет. Да. Нет на него. И, соответственно, интерфейсы немножко отличаются от оси к оси, но, по большей части, очень удобные, очень стильные, очень красивые, они очень многим нравится, просто вот за конкретно свой дизайн. Мое личное мнение, что фильм немножечко, вот по веб-интерфейсу отстал, ну, немножко в прошлом уже, да, то есть там, ни стороны удобные, гибкие, но они вот все-таки делают, что-то допиливают на нем, и получается, что-то довольно-таки неплохо. Из дополнительных плюшек, там есть система геолокации, там есть активный курс уведомления, там есть смс-оповещения, интернативные, тоже работающие, очень большой спектр подключений различных видеокамер, очень сильные возможности веб-интерфейсе, не только в настройке, но и в управлении, то есть это и возможность создания собственного термостата, и возможность создания каких-то сложных сценариев с помощью интерпретатора Луа, да, то есть все это доступно в интерфейсе, и с помощью этого всего, все это можно делать очень-очень несложно, то есть в принципе любой человек при должном внимании и должном количестве времени с этим разберется. Очень просто интегрируется с разными устройствами, то есть там открытые API есть, на HomeCenter 2, на HomeCenter 2 такого нет, там открытые API, с которыми тоже можно интегрироваться и, допустим, делать собственные интерфейсы. Контроллер очень мощный, по железу не столь мощный, как следующие контроллеры, но в принципе он такой тоже, по сути, амбазмбер из этого, который реально, ну, чаще всего используется. Дальше у нас есть Vero Plus, Vero Secure, это линейка контроллеров, такая тоже, ну, не столь прям супер-миня-гипер-крутая, как HomeCenter, но тоже довольно-таки мощная. Почему? Потому что, ну, соответственно, у них какие-то интерфейсы, есть интерфейс iOS, есть, Android есть, к сожалению, по-моему, это не в английском языке, и вот этот вот такой первый нюанс, который не очень приятен. Плюс, есть возможность интеграции с HomeCutom через HomeBridge, но сам интерфейс немножечко подлагивает, такое случается, такое бывает. по себе сам очень мощный контроллер в плане магазинов положений, там реально просто вагон этих разных положений, которые можно вообще в любом формате использовать. Также интерфейс там тоже довольно-таки приятный, но, не знаю, как он адаптивен для российского рынка, но в Европе он очень чтится, очень там нравится, потому что Vero Plus это довольно-таки такой, ну, контроллер, который уже долго-долго существует, который долго-долго развивается, там очень большая коннеки этих контроллеров, и они просто на них конкретно и профилируются. Плюс там еще есть модули для интеграции, там сразу нативные ZDB разных устройств, Wi-Fi устройств, Bluetooth устройств, также есть ло-сценарии, которые все-таки немножко, они реально сложнее, чем на HomeCenter, но в принципе тоже можно делать. И есть точно так же геолокация. Ну, геолокация, да, это такая плюшечка, которая чаще всего, ну, не чаще всего, но бывает, то, что реально захватывает вниманием человека и геолокация, что, как вообще, что это такое. Говорят, что ты подходишь, допустим, к дому, у тебя включается там свет, включается отопление, вообще все круто. Или же ребенок там зашел до школы, тебе пришло к уши до нынешнего, ребенок, ну, точнее, не ребенок, а телефон ребенка уже в школе. В общем, такие форматы, в общем, тоже это, ну, довольно-таки крутая вещь. И также есть The Way-контроллеры, The Way-контроллеры это наша разработка, российская, немецкая, и есть такая пунейка, как USB-стик, есть контроллер Raspberry, и есть контроллер Z2-х, по сути, они довольно одинаковые, но есть различия, по различиям нет никаких, есть различия в hardware, то есть, немножечко разной мощности. Самое мощное тут Raspberry, потому что там в Raspberry Pi 3 стоит, уже скоро будет даже 3B стоять, B+, и все будет очень-очень мощно. Из таких особенностей этого контроллера тоже всевозможные интерфейсы, очень много приложений, что, кстати, тоже является таким минусом, потому что часто люди звонят, спрашивают, какое приложение правильно, какое выбрать. приложения есть под iOS, есть под Android, есть даже веб-интерфейс, в принципе, как и у всех. Также есть планшетные приложения, и они все довольно-таки шустрые, шустро отрабатывают, и очень хорошо, ну, как по мне, они выглядят более семантичные, нежели другие. Это лично мое мнение. И в чем преимущество, и в чем вообще возможность из-за вейсовта в том, что открытые API очень гибкие возможности позволяют закладывать, то есть там API открытого настолько же, насколько вообще в принципе это возможно, что в принципе любой запрос к этому контролеру можно сделать, любой ответ можно получить, и в принципе любую интеграцию возможно сделать по HTTP. Соответственно, очень простая интеграция с различными другими системами, как Open Remote, Throne, Ridium, это вот устройства для интерфейсов, насколько вы знаете, чуть-чуть тоже попозже скажу, с ними тоже просто интегрируемся, потому что очень часто бывает, что сам интерфейс Raspberry мало кому нравится, естественно, снять еще такую прокладку в роли, ну, стоят еще, точнее, сверху, такой вышел, кладут, вроде Иридиума, вроде Throne, и, соответственно, через этот интерфейс с ним, ну, точнее, можно тоже с этим интерфейсом работать и управлять всем домом через два интерфейса. Также в ZWay софтвэр максимальная возможность анализа сети ZWay, то есть это встроенный снифер в устройство, в контроллер, и аналитика устройств, вплоть до битовой отправки команд различных с этого контроллера на устройство, и широкое понимание того, что происходит сейчас в сети, где у нас задержки возникают, где у нас хороший прямой канал, какие устройства неправильно включились, какие можно немножко подкорректировать, с которыми вообще можно работать. Также к интерфейсу относится поддержка HomeKit, то есть мы просто берем скачиваем приложение HomeKit и уже можем пользоваться этим приложением на нашем айфоне или на айпэде. Софтвэя, уху, господи, ZTE софтвэя полностью на русском языке, то есть там вообще мультиязычность, есть русский, английский, немецкий, французский, в общем очень много разных языков. Плюс еще мощный магазин приложений, очень много различных модулей, которые создаются не просто разработчиками, обычными пользователями, проходят аппровмент, и подряд магазин, и соответственно их любой может скачать, любой может протестировать, любой уже может использовать в своем доме. Список тоже можно посмотреть в этом софте. Его, кстати, тоже можно поставить без покупки контроллера, можно сейчас нам ссылочку. Тут можно скачать просто образ, я дал ссылку в чат, можно скачать образ, интерфейс, посмотреть, поковыряться в нем, тоже посмотреть магазин приложений, но не такой полный, как у Фибара, кстати, у Фибара тоже есть демо-интерфейс, это как вообще его поставить, просто скачиваем приложение на наш смартфон, открываем и загружаем там демо-режим, по-моему, такая функция есть только на iOS. Естественно, можно сравнить это уже два приложения, понять, какой лучше, каким стоит пользоваться, какой можно оставить на потом. Также есть еще контроллеры зиппата, их тоже довольно-таки много видов, основные это зиппатайл, это планшетный такой-то наш контроллер, это зиппо-бокс, это такая беленькая коробочка, и зиппо-мини, маленький контроллер. В принципе, отличие такой-то ценой здесь от других контроллеров в том, что зиппата из себя представляет уже готовый настенный планшет, то есть это и планшет для управления, и уже контроллер умного дома. И к нему тоже можно подключать интернет, питание, какие-то датчики, плюс у него уже встроенные датчики тоже есть. Но минус в том, что планшет на Android 4.0 и интерфейс часто подвисает, ну, насколько я пользовался, в этом году он немножко тоже подвисал на лодзи-пателе, и немножко впечатление моё испортилось от него. То есть ничем не поправились в течение времени. Но это в принципе тоже такая особенность этого девайса, и он в принципе известен больше в Харвате, чем у нас. Вот. Интерфейсы тоже есть Android, есть iOS, есть Web интерфейс. И тут нужно помнить, что все вот эти девайсы, которые включены в Zipad, они работают через облако. То есть если наш контроллер вдруг потеряет интернет, то у нас остается только локальное управление, и наши ценарии тоже не будут никак отрабатывать. Соответственно, но это решение довольно-таки хорошо для интеграции, потому что там есть готовые шлюзы, там шлюз ScreenX, шлюз 433 модуля, и очень тоже большая поддержка различных других протоколов. Плюс удобная система создания сценариев, она, конечно, не столь гибкая, там есть тоже программирование, но по интерфейсу Zipad больше не импонирует, если говорить про Web-интерфейс. Есть доп-модули, которые обеспечивают постоянное питание, есть модули для работы с 3G-модемами, 3G-4G-модемами, то есть в принципе тоже такой из коробки модуль, который держит стабильную связь и по питанию, и по соединению интернет. Вот. Так. С какого контроля для комплекта посоветовать начать изучение костюмного дома, есть желание и возможность сделать в офисе какой-то стенд или шоурум. Сейчас я об этом чуть-чуть рассказать, я в конце об этом и скажу. Сейчас уже осталось в принципе недолго, осталось 7 шайдиков, так что минут через 10 я вам на него отвечу. Итак, Iridium. Iridium это платформа, которая позволяет сделать любой интерфейс на любой протокол, если под этот протокол есть драйвер Iridium. Зато его это тоже относится, есть драйверы Iridium 3.0, с помощью которого можно сделать любой интерфейс, который отличается от любого интерфейса контроллера. То есть он будет не похож ни на хум-центр, ни на веру, ни на разбил, ни на запад. Можно сделать вообще что-то уникальное свое, разработать тоже собственный дизайн, собственный UX, собственный UI этого приложения и полностью его загрузить и допустим повесить кончет на стену, добавить все это в телефон еще и все в таком формате выглядеть и все это тоже будет довольно удобно управляться. Это 11 типов интерфейсов, которые тоже часто используются. Но есть еще второй тип. Это троум-интерфейс. Делаются ребята из Реославля вот такую вещь замечательную. Это 3D-визуализация нашего объекта. То есть при закладывании у него дома условно платим определенное количество денег за адресовку нашего 3D-дома и получаем уже готовый интерфейс в 3D-формате и мы тоже можем подключаться между комнатами и управлять освещением и топлением нажимая просто на нашу комнату и выбирая нужную комнату. В принципе тоже удобно для больших объектов чтобы не для супер-мега больших объектов для двух трехэтажных коттеджей в которых нам нужно что-то быстренько поменять и мы не помним по названиям что где находится поэтому с точки зрения UX для таких средних объектов это тоже очень хорошее решение. Подводя итог если смотреть про The Wave установка монтаж интеграции инстагляции это все-таки довольно просто но не во всем то есть мы можем довольно просто закрыть потребности в освещении если поставим на розетке с помощью климата тоже очень хорошо разберемся поставив термоголовки или заменим теплый пол то есть это не очень трудно делаться кондиционирование тоже в теории мы это можем сделать очень просто с отоплением тоже можем с помощью термоголовок датчики датчики ставятся очень просто то есть не просто крепим на двусторонний скотч или саморезы или как-то ну в общем просто приклеиваем датчики к нужному месту располагаемых и уже они в принципе готовы к работе визуализация тоже полностью из коробки все это работает тоже очень просто насчет замков ну это не столь простое решение замки тоже есть их тоже можно ставить они уже есть на затрове готовы но это все-таки лучше получать инспиратором что посложнее у нас это все-таки тоже задач реально очень много которые реально посложнее то есть это и мультимедиа и другие протоколы интеграция другими протоколами это сложная система вентиляции то есть там приточка это тоже комментирование большое крупное которое тоже нужно управлять это интеграция с котлами в которую чаще всего лезть просто вообще в принципе не надо неподготовленным людям это видеонаблюдение это правильное расположение охранных систем это правильная интеграция с охранными системами по которым ЧОП приезжает это настройка голосового управления через ту же самую Siri это резервирование данных это бэкапы то есть постоянные бэкапы создание бэкапов и создание точнее ну да создание бесперебойного питания канала интернета это жалюзи рульставни тоже с этим все это ну не все так просто с пуши повещениями с смс повещениями по разным сценариям тоже это все не так просто счетчики ставить тоже ну бывает довольно условно нужно разбираться домофония вообще это просто полнейшая такая серьезная задача которую решить неподготовлен человеку очень тяжело ну и грамотный сценарий тоже один из кастяков который реально очень очень сильно важен в любом умном доме потому что непродуманные сценарии они очень сильно подбивают пользователей в плане пользования домом то есть им не нравится сценарий они их никак не могут поменять они не могут их никак изменить поэтому у них начинает немножко подбирать и они понимают что не такое что у меня дом было хорошим решением то есть поэтому тут нужны грамотные сценарии которые протестированы которые отработаны которые доставляют пользователю в ней дискомфорт только в какие-то положительные эмоции так сейчас пример тоже расскажу есть еще частотный вопрос в Zetway потому что Zetway это мультичастотный протокол он вообще бывает есть в России и в Европе и в Китае и в Австралии и в Америке вообще для того угодно и под каждый регион разные частоты допустим Россию есть российская частота под Европу есть европейская частота под Европу под США своя частота и все эти частоты между собой несовместимы но ввиду того что от нас Европа не так далеко к Америке то многие люди возят европейские устройства предлагают инсталляцию и это с точки зрения развития вообще направления на дом это неправильно потому что нет формата выхода на рынок компаний которые этим легально занимаются то есть по сути это просто люди которые на Европе которые просто пытаются заработать и сэкономить но в конечном итоге они получают меньше чем если бы делали разумно рано или поздно то есть есть тоже два вида сейчас вот то есть две частоты это европейские и российские по умолчанию европейские они запрещены то есть никто там вам не скажет что вообще нельзя ставить все очень плохо но если опять же возить в чемодане в серую то да никто ничего не скажет но если возить с растаможкой то европейское оборудование завести никак не получится то что там есть нюансы в частотах то что есть разрешенный спектр частот которые и вот 868.42 они запрещены в определенном диапазоне российские разрешены соответственно поэтому она и появилась говоря но в европейском больше ассортимент намного потому что там и рынок побольше и даже цены поменьше то есть у нас есть небольшая наценочка за счет растаможек за счет продаж за счет разведения бизнеса но не на все опять же устройства каких-то устройств нет и в Европе каких-то устройств нет и в России то есть тоже все это так вот коррелирует и взаимоисключает друг друга на европейский тоже нет сертифицированных документов и если у вас заказчик попросит скажите пожалуйста документы потому что обратно сертифицированно вы такие просто не найдете на российские есть документы у нас все они подготовлены сделаны при растаможке поэтому в принципе по запросу любой документ тоже можете получить плюс в Европе сложная процедура замены устройств если попадаем на брак то есть мы получаем контроллер какой-нибудь бракованный купили контроллер в хом-центре за 40 тысяч купили он оказался бракованным мы его заменим в течение месяца или там чуть-чуть даже побольше в общем еще заплатим много и вообще будет одни накладности у нас же процедура замены довольно быстрее в России потому что мы просто обязаны вам его заменить если он неисправит то есть мы его возьмем в течении определенного времени то есть обычно около недели двух уже вы получите готовый контроль и соответственно заплатить только за доставку туда-обратно и все соответственно в этом вот различия европейских российских что выбирать вам не могу ничего говорить то что европейское число это плохо это неправильно я говорить не могу потому что вы могли бы с вами выбирать как вы хотите вести работу но вот с российскими проблем чуть по опыту проблем просто меньше в плане работы вы видите с кем вы работаете говоря то есть вы можете сюда приехать и с ним все эти вопросы обсудить так ну соответственно все у нас тут еще есть тоже наши информационные ресурсы это телеграмм которые заблокированы это инстаграм это наш сайт и это вот наш блогик сейчас я открою этот киркод сейчас секунду так вот прошу прощения тоже есть киркод по которому все эти ссылки весят пусть пока это немножко повисит на этом вебинаре все я все что хотел рассказал сейчас давайте вопросы открою в чате тоже посмотрю сквозь контроля или комплекта посоветовать начальник из терминного дома если есть желание возможно сделать в офисе какой-то стенд или шоурум смотрите у нас в принципе есть предложение для стендов то есть уже прямо готово есть демо чемоданы есть демо стенды но если желание сделать какое-то собственное решение да то лучше делать это ну тут вольны выбирать вы сами то есть просто нужно посмотреть что конкретно вас больше устраивает то есть что вам нравится больше по интерфейсу и с чем вы хотите разбираться в дальнейшем на чем вы хотите работать но по большей части делают на разбире и делают на хом-центре 2 то есть это уже задел на потенциальное будущее потому что на хом-центре 2 очень много различных возможностей можно организовать в том числе и хом-кит управления тоже можно сделать и на разбире тоже тоже можно сделать но опять же тоже по финансовой стоимости если хотите мы с вами вообще без вопросов можем предложить разные варианты вплоть до того что даже макеты предложить какие-то для дизайна печати но так вообще лично моя прям рекомендация это разбири и эфирио устройство то есть если вы разберетесь с разбири и эфирио устройством то вообще совсем не разберетесь абсолютно опять же то есть при монтаже стенд если какие-то вопросы возникают то помогаем да юр-кодик тоже напомню что можно сканировать открыть все ссылочки которые были в предыдущем слайде тоже подписаться но фибару тоже как бы если финансы есть да и как бы хочется делать все на фибару почему бы и нет фибару тоже очень ну в плане устройств фибару вот пока лучше не сделан да то есть есть аютехи они тоже там подпозят к уровню есть эфирио которые тоже там возможности больше но из-за того что техническая реализация немножко хуже фибара пока лучше всего конкретно по устройствам по контроллерам не скажу но вот если деньги есть берите фибару так сейчас так 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 сейчас сделаю чат немножко побольше потому что ничего игорь обучение конструкции программирования есть оно у нас находится вот здесь вот обожайший кстати у нас обучение будет 24-26 апреля и обе кучного я вам так никак не могу напомнить но вот вы подглядли на 24-е число бесплатно я вам еще написал об этом а по поводу обучения вот сейчас тоже кину ссылочку можно записаться вот но времени осталось мало то есть там около недельки поэтому тоже желательно терапевти там будет тоже можно прочитать что там будет там будет обучение ну вообще в принципе протокол как все это правильно монтировать как все это программировать какие возможности есть со своим этим работать сделать подписаться по тем же диммерам информацию по минимальной нагрузке а также особенности управления различными нагрузками у нас есть под диммеры вторые сейчас кину статью вам под какие подфилию диммеры или под какие у нас есть под диммеры вторые сейчас покажу ссылочку дам освещением вот у нас такая есть статья по поводу диммеров там с типами нагрузок с различными тестирования шунта в принципе все что вы описали ольга да тогда в 10 ну там написано когда там приходите в 10 30 и заметить что там будет сколково все это будет проходить поэтому нужно будет туда приехать да испытывали об этом кстати Денис поговорю я тоже на следующем вебинаре тоже ссылочку вам всем на регистрацию отправлю буду там об устройствах рассказывать там такая схема то что мы берем просто контроллер два датчика или там контроллер две розетки и по сути контроллер датчик розетка всем этим управляем через их интерфейс через их оболочку и в принципе да мне понравилось я щелкал я на самом деле еще давно это делал хороше все в принципе интерфейс очень приятный не сказать что прям супер мега гибкий но для того что выходит все это на популяризацию это довольно круто плюс можно стоять в принципе любые девайсы это конечно никак нигде не акцентируется но мы покупаем любой из этих девайсов которые предложены у них из списка и он спокойно может работать в интерфейсе просто рекома так запись я и